Итак, я хочу вам показать, как работает оракул Цемин. Вот, смотрим на эту карту. Она составлена конкретно на час вопроса. Видите, вот здесь вот час вопроса составляется. И в данный момент он адресован именно на вопрос о личной жизни. Когда мы рассматриваем взаимоотношения между мужчинами и женщинами, то есть в данном случае девушка спрашивает, как у меня будут развиваться отношения с моим молодым человеком. Мы смотрим вот на эти два иероглифа, которые обозначают один из них девушку, другой из них мужчину. Что нам в данном случае говорит оракул про эти взаимоотношения? То, что они находятся в одном дворце, это говорит о том, что девушка, в принципе, ищет мужчину похожего чем-то на себя, с какими-то общими интересами, с общими взглядами на какие-то стороны жизни. Но, тем не менее, отношения ее будут достаточно сложные, болезненные для нее, достаточно болезненные по причине того, что если для нее их взаимоотношения важны, то для него они не очень важны. Даже это отражается на том, что здесь находится дверь открытия. То есть это говорит о том, что в их отношения будет всегда влезать третье лицо и будет приносить большие страдания данной девушке. Потому что, видите, для нее это болезненно, а в принципе он смотрится таким достаточно королем. На момент вопроса вот этот сектор, он находится в не очень хорошем месте. То есть вот такое понятие есть в цементе в могиле. То есть это уже говорит о том, что их отношения будут не очень хорошими, не очень продуктивными. В общем-то, не стоит останавливаться, стоит посмотреть дальше и увидеть, что вокруг есть много достаточно интересных мужчин. Итак, чтобы не разочаровываться и не тянуть время, закажите оракул цементр, и он подскажет вам, та ли вам половинка встретилась, или стоит посмотреть на мужчин снова. С вами была Дина Орехова.